Все же встречали такого моба, как Варден. У этого существа есть много атак, но самой сильной все же является звуковой удар, который настигнет вас везде, и думаю многие хотели бы эту атаку заполучить. В этом ролике мы разберемся, как сделать звуковой удар Вардена. С вами GoodApple, тем кто кушает, приятного аппетита и советую смотреть ролик повнимательнее, вас ждет мощный контент. А начнем мы с одной команды, которую нужно отправить в чат. Она нам поможет избавиться от лишнего спама командных блоков в чате, и выглядит она вот так. Slash game rule command block output false. Следующим делом нам нужно получить командный блок, и если он у вас вдруг не завалялся где-то в кармане, тогда вам поможет вот такая команда. Slash give собака s command block. Ее также нужно отправить в чат. Ну а теперь переходим к самому важному. Ставим в любое удобное место три командных блока, ставим их столбиком друг на друга, и обязательно обратите внимание, чтобы стрелочки на этих командных блоках обязательно смотрели друг в друга. Вот так, как на видео. Нижний командный блок ставим на режим цепи, работает всегда, не выполнять при первом такте, и ставим задержку 40 тактов. Затем в этот же командный блок записываем такую команду. Execute, s, собака a, в квадратных скобках tag равно test, запятая has item равно, в фигурных скобках пишем item равно recovery compass, запятая location равно slot, weapon main hand, запятая quantity равно 1, закрываем фигурную скобку, закрываем квадратную скобку, дальше add, собака s, unless block, ставим три тильды, после второй минус 1, пишем air, дальше снова unless, entity, собака e, в квадратных скобках type равен armor stand, запятая, name равен warden, закрываем квадратную скобку, пишем position, отставим три тильды, после второй 1,5 пишем unless entity, собака s, в квадратных скобках dx равно 0, дальше run, summon, armor stand, warden, 1, ставим три стрелочки циркумфлекса, после третьей 25. Готово, теперь переходим к вышестоящим командным блокам. Этот командный блок должен быть в режиме цепи, при условии и работает всегда. Ну и здесь будет в принципе такая же команда, единственное ее отличие будет в самом конце, эта команда будет заканчиваться словом warden и просто ставим три тильды. На очереди крайний блок в этом столбце и здесь также режим цепи, при условии, работает всегда, но и в нем будет храниться такая команда. Execute, s, собака e, в квадратных скобках type равен armor stand, запятая name равен warden, закрываем квадратную скобку, пишем add, собака s, rotated, s, собака a, в квадратных скобках t равен test, дальше run, tp, собака s, собака a, в квадратных скобках t равен test. Итак, самое сложное позади, несмотря на то, что большая часть механизма еще впереди, так что советую немного отвлечься и подписаться на канал, уже подписан? Молодчинка, советую заглянуть в наш телеграм apple vibe, там самые свежие новости майнкрафта, куча полезной информации и интересные розыгрыши. Кроме того, в телеграме мы проводим голосование по спорным моментам роликов, к примеру, выбрать превьюшку или следующий механизм. Apple vibe, новая эра квадратной вселенной, стань частичкой чего-то большего, чем просто майнкрафт. Следующим действием ставим точно такой же столбик, прям рядом с первым, нижний командный блок ставим на режим цикла, работает всегда и записываем вот такую команду. Execute S собака E в квадратных скобках tie правен armor stand, name равен warden, закрываем квадратную скобку, пишем add собака S run damage, собака E в квадратных скобках tie правен восклицательный знак armor stand, tie правен восклицательный знак item, tie правен восклицательный знак test, tie правен восклицательный знак npc, tie правен восклицательный знак tnt, tie правен восклицательный знак arrow, r равно 1 и 3. Закрываем квадратную скобку, ставим 6, пишем Magic. В этой команде устанавливается урон нашего удара Вардена, сейчас стоит 6 единиц урона, или 3 сердечка. Этот параметр можно менять как угодно, вы можете поставить любой, который считаете более подходящим. Переходим к следующему командному блоку, ставим его на режим цепи, работает всегда, и здесь будет такая небольшая простенькая команда. Пишем Execute S, собака E в квадратных скобках Type равен Armor Stand, Name равен Warden, закрываем квадратную скобку, пишем Add, собака S, Run, TP, собака S, и ставим 3 тильды. Двигаемся дальше, и следующий командный блок будет практически такой же, как и предыдущий, а знаете где он будет отличаться? Вот здесь, да, вот этой единичкой после слова Warden, это единственное отличие от предыдущего командного блока. Ух, позади уже почти половина механизма, а это значит, что мы ставим следующий командный блок, он будет в режиме цикла, работает всегда, и записываем такую команду. Execute S, собака E в квадратных скобках Type равен Armor Stand, Name равен Warden, 1, закрываем квадратную скобку, пишем Add, собака E в квадратных скобках Type равен Armor Stand, Name равен Warden, запятая, R равно 2,5. Закрываем квадратную скобку, пишем run kill собака и в квадратных скобках тая равен armor stand, r равно 2.8. Можете вздохнуть, ведь на самом деле большая часть механизма у нас уже готова и нам осталось поставить только 4 командных блока. Ставим их также столбиком, все они будут цикличными и всегда активными. Пожалуй начнем с нижнего командного блока. Записываем вот такую команду. Execute S собака и в квадратных скобках тая равен armor stand, name равен warden, закрываем квадратную скобку, add собака S, anchored, fit, run, tp, собака S, ставим 3 стрелочки циркумфлекса после третьей 1 и 2. Пишем facing собака и в квадратных скобках тая равен armor stand, name равен warden 1. Движемся выше и в следующем командном блоке сразу ставим задержку в тактах 2. Ну и записываем такую команду. Execute S собака и в квадратных скобках тая равен armor stand, name равен warden, закрываем квадратную скобку, add собака S, run, particle, minecraft, ставим двоеточие, пишем sonic explosion, ставим 3 кильды, после второй 1. Переходим к следующему командному блоку и здесь записываем эффект собака и в квадратных скобках тая равен armor stand, name равен warden 1, закрываем квадратную скобку, пишем invisibility, ставим 1, 1 и пишем true. Ну а в следующем командном блоке будет такая же команда, единственное ее отличие, как уже некоторые могли догадаться, будет в этом селекторе, то есть здесь мы записываем name равно warden, да, просто без единички, это и есть все отличие от предыдущего командного блока. На этом с командными блоками у нас все, ну наконец-то, но все не так уж и просто, механизм сразу просто так работать не будет, для работы с механизмом нам нужно получить тег, который мы указывали в командных блоках, в моем случае это тест, вы же вместо этого слова можете использовать любое свое. И также хочу передать привет вот этим ребятам, спасибо за вашу активность, вы лучшие, заметили то самое кодовое слово в прошлом ролике и привет ребятам из нашей телеги, вы тоже молодцы и проявили активность. В следующем ролике я также передам привет всем желающим и покажу ваши комментарии, главное не упустите нужный момент. Ну и участникам телеграм-канала также, там-то уж точно вы не пропустите самые важные моменты, за это я могу не переживать. Ну а получить тег вы можете с помощью вот такой простенькой команды, ставим слэш, пишем тег, собака S, add и запишите сам тег, у меня это тест. Вот и все, теперь берем в руку один, да это важно, один компас, нажимаем присесть и вот прямо из нашей груди вырывается луч, который насквозь пробивает стены и любое количество противников, нанося им урон, причем урон будет такой силы, которую вы посчитаете нужной. И да, к сожалению или счастью, в мультиплеере данный механизм работает только с одним игроком. Ах да, чуть не забыл, чтобы вы дальше могли спокойно перемещаться и больше не вспоминать об этом механизме, вам нужно сделать следующее. Во-первых, встаньте рядом со своим механизмом, а во-вторых, отправьте в чат вот такую команду. Слэш, тикинерия, add, киркл, ставим три тильды, четыре, дальше варден, это в моем случае, вы же можете написать здесь любое слово, либо просто поставить любую английскую букву, это будет названием вашей тактовой области. И пишем true. Ну что ж, ребятушки, вот такой механизм у нас получился в этот раз, и если он тебе действительно понравился, обязательно пробей свой мощнейший лайк. Мощнейший, потому что именно твой лайк действительно нам очень помогает, благодаря твоей поддержке этот ролик сможет увидеть большее количество людей, и может кто-то из этой идеи реализует целый режим. Ну и если ты еще вдруг по какой-то причине до сих пор не подписан, думаю самое время сделать это прямо сейчас, ведь впереди у нас еще ой-ой-ой, какие проекты, думаю обидно будет если такое пропустишь. В Apple Vibe у нас проходят крутые викторины со спойлерами на следующие ролики, так что думаю там тоже есть чем развлечься. И вообще, почему у нас? Многие ошибочно считают, что я работаю над роликами один, но это совсем не так. У нас целая команда, начиная от администрации механизмов, которые мы показываем в роликах. Да, ребят, за это отвечаю я. Сценариста, который пишет весь сюжет ролика. Воу, а это моя работа. Видео оператора, на котором все материалы. Да, народ, это я снимал. Монтажера, который всю эту кашу вместе с моей озвучкой, кстати привет Вань, собирает уже в готовый полноценный ролик. Привет, это вам конечно не лего по полу собирать, не знаю при чем здесь лего, но ролик смонтировал я, да. И кстати только он знает с какой попытки у меня получился нормальный дубль. И до дизайнера, который работает над обложкой ролика. Хей народ, привет, я работаю над обложками роликов. Да, очень важно, насколько хорошо товар упакован, иначе он никого не заинтересует. И это только часть команды, которая работает над производством основного контента. Да, мы еще юная команда, и пускай у нас не так много опыта, мы совершаем много ошибок. Но самое главное, мы хотим развиваться, и мы действуем. В нашу команду всегда требуются люди, которые хорошо разбираются в командных блоках. Поэтому если ты силен в этой теме, ждем твоего сообщения. Ты забрал мое. Нет, я езжу. Моя езжу. Нет, я езжу. Нет, я езжу. Учебник.